Состояние их стабильное, они осмотрены специалистами из республиканских центров и планируется их перевести в областную больницу для более глубокого полного обследования. То есть там, понимаете, не все аппаратуры, где стоят, а уровень центральной городской больницы. Конечно, на областном уровне у нас возможности больше. В плане их полного обследования, наблюдения и при необходимости проявления каких-то сопутствующих заболеваний, которые, возможно, способствовали неблагоприятному проявлению и так далее, они, возможно, могут быть направлены в республиканские клиники для дальнейшего лечения и обследования. Понимаете, то есть не все заболевания, они все время проявляются и так далее. Организм, он может отреагировать заболеванием на любую ситуацию. Оно может быть где-то в организме, без проявления абсолютно есть такое течение. Присутствует, есть какие-то генетические, наследственные какие-то моменты, может быть, есть факторы, которые компенсированы сегодня, компенсированы организмом. Но на какой-то ситуации происходит, эмоциональное воздействие или же аллергическая реакция, антиген-антитела, и запускается механизм, то есть спящие, возможно, болезни. Или тех каких-то механизмов, которые способствуют, не в целом заболевание возникает, а возникают какие-то симптомы и так далее. Потому что были у детей, у некоторых они прошли. Это тоже надо принимать во внимание, что есть дети, подростки, которых были определенные проявления, они прошли и не повторяются больше. Здесь опять можно, лечение ко всем, подход был ко всем одинаковый. Мы не избирательно, не лечим одного лучше, другого хуже. Другое дело, как реагирует организм. Вы же знаете, на примере других, не обязательно коре, любое заболевание, один человек выздоравливает и за три дня, один может и, извини, там, целый месяц выздоравливать. Одному лекарству сразу помогать, другому не помогать. Он ничьет там тысячу других лекарств. Это особенность, это индивидуальность, это особенность организма. Поэтому...